Он принимал участие в марафоне и потерял сознание у самой финишной черты. Это и помогло мне сделать правильный вывод, какой вывод, что он мужчина, которого я ищу всю свою жизнь. Страты притомности про жуном Бреттам для кемлевой гидзи оказалось достаточно, чтобы принести его в свою квартиру. После, глядишь, дознается, что марафонец – миллионер. Головная героиня, пуская уход в арсенал жанучего баяния, чтобы завоевать сердце хлопца, которого нашла литерально у себя под ногами. Вот только от начала и до конца эта выпадковость оказалась добро продуманной историей. Я еще раз убедилась в том, что женщины сами себе выбирают мужчин. Это правда? Это правда, но в жизни так, потому что не мужчины выбирают, а мы выбираем. И смотрим, нравится нам, не нравится, у нас мы отбираем сами. Такую версию взаимоотносинов помеж жанчиной и мужчиной подарил американский драматург Джек Шарки, по пьесе якого поставленный спектакль. У першиню яна была переведена на русскую мову, и Миновита Могилёв стал первшим на русском мовной просторы, где ее поставили. Эта пьеса подкупила меня своей простотой. Она проста, чрезвычайно. Есть, конечно, в ней своя интрига и есть очень неожиданный конец. Но она проста. Она о любви, она о том, что каждый человек хочет любить, что хочет быть любить, быть любимым. На улице весна и все как бы возрождается. Спектакль про каханни и жанучей хитрки обецаясь кончиться непродсказально. Те удастся головной героине завоевать каханни про гожуна. Заховаем интригу. Романтичную комедию покажут в этом театральном сезоне не одно и чем. Олесь Рыбалка, Александр Артемьев, Новины Региона.